В 2013 году газета «Курганы-курганцы» реализовала два проекта. Старшее поколение, ветераны и модернизация «Адреса надежды» и «Наследники победы». При содействии Городского совета ветеранов, журналисты со страниц газеты доносили до пожилых людей актуальную информацию. Это вопросы законодательства по льготам, охране здоровья, ЖКХ. Также популярны стали рассказы об активистах ветеранского движения. В рубрике «Что знают внуки о войне» появились трогательные семейные истории о ветеранах Великой Отечественной. Мы получили десятки писем, трогательных историй. И что самое важное, что там писали маленькие дети, но, конечно, с помощью взрослых. На самом деле, я помню, были первоклассники, четвероклассники. И они очень волновались о своих этих работах, волновались об этих фотографиях, что важно, что доказано в том, что в семье хранится это все. Проект решено продлить до 70-летия празднования Великой Победы. А вот журналисты газеты «Новый мир» не просто придумывают и освещают какие-либо акции и проекты. Они сами становятся непосредственными участниками добрых дел. Одно из них – закладка яблоневого сада в Спасо-Преображенском храме села Батурино. Цель акции в том, чтобы не только привлечь внимание общественности к проблемам храма, но напомнить зауральцам о приближающемся 200-летии со дня рождения нашего земляка, руководителя духовной миссии в Иерусалиме, архимандрида Константина Капустина. В итоге проект был отмечен на фестивале журналистов «Вся Россия-2013», проходившем в городе Сочи. Несколько приемов эти яблони высаживались, то есть посадили, потом посмотрели, как приросли, подсадили новые, потому что нам важно было получить результат. Накануне Дня города коллективу «Нового мира» пришла в голову идея сделать людей с ограниченными возможностями участниками праздника. Неподалеку от трибуны организовали площадку для инвалидов-колясочников. Было 27 человек. Представите, люди впервые вживую участвовали на празднике. Для них это был культурный шок. Я смотрела на лица, было до дрожи, настолько это пробивало. Журналисты надеются, что их почин поддержится всем миром – и чиновниками, и простыми людьми.